Добро пожаловать мальчишки и девчонки, с вами ваша даматургическая девочка-волшебница Новормур и мы возвращаемся, что мышки на тот кактус, колоться, мучаться, страдать, но продолжать. Даматургия родная. И мы наконец-то, хотя это невероятно звучит, может быть найдем гримуар чертов черной нашего батюшки. Но сначала миллион записывалетчик, писем, газетка и всего прочего. Разорудованное письмо. Уважаемая господа Шульская, я человек прагматичный и движной не только чувства. Точнее, даже не чувства совсем. Буду и движет выгода. Объединив наши совместные активы узами брака, мы приумножим наше состояние. Ваши деньги помогут мне построить местную империю, а вы сможете наконец-то забыть про работу. А-а-а, тяжелый случай, чё сказать. И аккуратно сложенное письмо, заметь, как отраст. Уважаемая господа Шульская, буду с вами честен, вы не первая моя кандидатура. Красотой вы не блещете. Беспокойство вызывает также вашу излишнюю независимость и склонность к ношению брюк. А столь присущее вам недовольное выражение лица делает ваши брови похожими на двух разъяренных барсуков, но вот человек просто пикапер от боженьки, знает, как подкатывать барышня. Кроме того, вы умны, что в женщине не предвещает ничего хорошего. Мы оба осознаем, что в совместной жизни вы будете источником постоянных хлопот и головной боли. И тем не менее, я году предложить вам стать моей женой. Полагаю, при вышеупомянутых автоятельствах моё предложение более чем великодушно. Прошу его рассмотреть Игнациеву Кульски. Не, ну я напоминаю, что Польша какого-то там года, до Рождества Христова. Я ещё раз напоминаю, что Польша. Тяжёлый случай. Ну, нам вообще нужно встретиться с томатургами или хотя бы наводочку поискать, где они находятся. Обыскать место встречи томатургов. Опять же, это всё богатые люди, почему они шарбанились, сделаю предположение по подвалам. Ну, мы сейчас узнаем, по подвалам или не по подвалам. Но то уже остаётся вопросом. Итак, водитель лошади. Оператор лошадной силы. Где? Южное средместе? Ну, пока что нет, но из южного средместе мы знаем только что. Баруа Бауриция, да? Ещё одна рыгаловка, которая казаки лютуют. Ещё одна рыгаловка. И да, 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 точно была ещё одна рыгаловка. Богатые таматурги собираться по подвалам. Обсуждать как-то судьбу великой независимой Польши. Согласен, смешно. А что за повод? Что за повод? А, здесь же этот выпал из окна, точнее, с балкона. Ты смотри, маленькое развитие сюжета оно есть. И чё мы нашли? Чё мы нашли? Чё мы нашли? Открыточка, дорогая Луиза. После долгой поездки я благополучно прибыла в отель и успела с комфортом расположиться. Он и правда поражает удобствами и изысками. Здесь себе внушить двух размеров бальный зал. И ресторан с элегантным убранством. И прелестный внутренний сад. И самое главное, здесь не нужно подниматься по лестнице, чтобы попасть в свой номер. Почему бы тебе не присоединится ко мне? Я планирую остановиться ещё недельки на две, твоя Елизавета. Мне интересно, какие судьбы связывают Луизу и Елизавету в их нежной девичьей дружбе. И в смысле, здесь не нужно подниматься по лестнице. Чуваки, мы в этом отеле были. Мы там по лестнице поднимались и не раз. Плюс, наш Солиторч что-то вспомнил. Из жизни нашей грустной, тяжёлой и ранней. Кстати, если это наши глюки и воспоминания, как у чё-то здесь крест стоит. А вот я вас понял. У, родители на них ругаются. Я глава Северс, то меня следует уважать. Ну да, ну да, ну да. Расскажите кому-то другому. Вы бы хоть стрелочки показывали, куда нам идти нужно. А то исключительно по чёрному туману определяемся. Папа, можно бороться с нами на море? Об этом неужно те речи. Праздники на празднике с семьёй. С близкими, а не с прислугой. Золотые слова. Хотя мне-то откуда знать? У бедных слуг нету. Послушай, сынок. Придёт время, и ты стоишь главой семьи. Тебе предстоит осознать, что на семью всегда можно положиться. Особенно, если ты темперамент. Остальные будут тебя грабить, убивать, или хуже всего, разорять. Будешь щил с близкими друзьями, но не давая им тебе ударить в спину. А врагов держи поближе к сердцу. Так им не удастся застать тебя врасплох. Ну, чё-то как-то знать такое себе. Отца-ца-ца-дрится отца-ца. Не туда мы бежим. Очень долгое воспоминание. Ведущее нас явно не в ту степь, в которую мы хотим идти. Так, не сюда же. Сюда, что ли? Что за стука драки нету? Вот тут я не хочу это перепроходить. А, вот оно. Вот оно, вот оно. На вокзал, шли, пришли? Я редко видел, чтобы отец так злился. Он рассчитывал, что боязнь, когда она никогда польское и Балтийское море, раздобит лед с их матерью отношений. Я ехать совсем не хотел. Предпочитал на пару с собой риться и уноситься по Праге. Мать тоже расстроила, что мы остались. Да в очередной раз не попасть под горячую руку, я просил Лиге устроить сцену, как если бы граждана забрала ее книжку и отправила спать раньше времени. Ее даже опросить долго не пришлось. Я долго пытался понять, что это было. Сила особой связи близнецов или подсознательная манипуляция. Теперь-то я знаю. Не будет нашего договора. Ничего бы не вышло, но в таком случае, что ты здесь делал? Если вы это поняли, что это было, напишите, пожалуйста, в комментариях. Меня больше волнует, почему его отец, который очень богатый таматург этого города, как это сказать правильно-то, нищебродский так был одет. Ну и да, мы посмеялись с того, что Польша принадлежит Балтийское море, хотя бы часть его. Смешно. А письмо путешественника. Дорогой Антоний, я продолжаю оставаться в добром здравии и пускай житие постоянной дороги постоянно дает о себе знать. Местный влажный и снойный воздух мне уже совсем не в моготу. И я подумаю даже о возвращении на родину. Осталось лишь уладить последние дела, включая то, которое я упоминал тебе в последней весточке. Цель моя наконец достигнута. Скоро Варшава встретится от вида демонических масок. Могу тебе даже рассказать точную дату. 15 сентября. Надеюсь, мы вместе насладимся этим, не забываем представлением. Какой-то Константин. Это очень дебильный террорист, который хочет что-то нехорошее устроить, но при этом разбрасывает письма с предупреждением об этом нехорошем. Что не здесь? Я думал, что в разрушенном доме не встречались. И в куче мусора мы находим окурок папироса, потому что это очень важная эта уматологическая деталька. Свернута с большой точностью, даже мастерски. Цигарочка. Окурок идеально свернутой папиросы, в свою очередь завернут в горькие, как дешевый табак мысли, прожженный досадой. У предопределенности завтрашнего дня. Уютный дом, элегантный костюм. Вещи, которые не купить, скромное жалование агента охранки. Вещи, о которых он может лишь мечтать. Мы ему должны посочувствовать, али где? А, нам вот сюда вот нужно. Тогда мужчина, что у вас за разговор возле нашего места? Раз мы друг за другом ходим по пятам, может, познакомимся уже? Это вы о чем? А-а-а, ну то есть вы видите варианты, начать драку, спросить, чем вы их привлекли, и бы что-то не знаю. Но это, скорее всего, агента охранки. Мне казалось, что я вас заинтересовал чем-то, господа. Не завалите ли объясниться? Знаешь, что любопытное? Чего, Варваре оторвали? Ну и ладно. Наверное, единственный диалог за всю игру, где нельзя раз... где можно разойтись миром. Газетка. Помятая и захватанно жирными пальцами. В складках газет собрались горькие мысли о том, насколько уместным был комментарий о фотографии на столе Канечкина. Вывод? Он был ошибкой, расплата за которую опостылившая слежка за богатым юнцом. Лишь одна вещь, способная положить конец страданиям. Сочный донос. От садрицей мы можем сделать вывод. Хмурая компания. Похоже, Канечкин на захранке приказал своим людям за мной следить. Не знаю, принимайте данные за комплименты или за оскорбления. Но вот господа соградатые такого задания явно испытывают лишь омерзение. Они бы с привлекой радостью вернулись к начальнику с пикантными подробностями в моей жизни. Возможно, удастся убедить их, что поручение выполнено. Да, пикантные подробности жизни нашего Виктора Шульского. Бухал с Распутиным. Потом очень бухал с Распутиным. Потом снова бухал с Распутиным. И дайте вспомнить, что же там было тут. Ах, да, бухал с Распутиным. До зеленых чертей. Господа охранковцы, я предлагаю вам по-хорошему еще раз. Вот. Попросите прибавку своего начальника Конечкина. Дву ребята трудолюбивые. И что, он много за это плазит? Может быть, пора попросить прибавку? Да неохотно мне в дерьме копаться за такие деньги. Ходим тут за каким-то щеголем. Стоим часами у людей под окнами. А даму Богу известно, на кой черт себе это надо. А больше вы платили. Погоди-ка. Я с ним один не останусь. Давай с Конечкин поговорим-то. Причем, заметьте одну очень интересную деталь. Эти люди были здесь до того, как сюда пришли мы. Совпадение? Не думаю. Понятия не имею, что это за место. Метка заговорщика. Та же четкость, та же преднамеренность. Я встречал эту метку на дне деревянной коробки в отцовском кабинете. Какой быстрый вывод. Похоже, что встреча с отцом искал человек со связями в кругу революционеров. Кто бы мог подумать, что столица в Шульске воплощение осмотрительности и конформизма ведет дружбу с радикалами. Пожалуй, стоит навестить этого лекаря. Что, вот так вот просто? Разбитая тарелка. Была тарелочка и нету. Осколки яростно звенят. Беси дошла спокойно до поры. Но вспыхнули эмоции. Манеры испарились от жара. И все накрыло запахом табака. Какие мы быстрые выводы делаем. Абак, разочарование и амбиции. Эту метку ничем не спутать. Здесь отец встречался со своими загадочными товарищами и встречи их, похоже, сопровождали горячие споры. Стоит ли этому удивляться? Метка Равина. И вы подумаете, Равину Соферу принадлежит, который голем он наслал. Один из загадочных товарищей отца был Исаак Софер, чьи амулет я нашел дома в кабинете. Ага, то есть мы сейчас определили сионистский след в развязывании ненужной революции в Польше, да? Я правильно понял? Занимательно. Что сказать, занимательно. Ну ладно. Упырило, что ты мне хочешь сказать? Думаю, это пока все. Так что помимо отца были еще двое. Любители сладости, любители кофе. Конечкин явно имел в виду одного из них. Хватит ныть. Господин сладкоежка это явно Софер. Он умер раньше отца. Стало быть, гримуар точно не у него. Так я и буду вас звать. Лекарь. Вы помогаете Равинам и людям, которым в больницу не попасть. Бунтарям и революционерам. Кто же может быть значит, что-то о подвале. Точно. А борисов знает все в определенных кругах. Серьезно? Связаться с революционерами. Товарища Ленина пойдем искать. Или сразу атаковать буржуазию. Да, некоторые тут детальки для внешних квестов валяются, но поскольку не настолько нечестно, скажем, интересные, многие из них будем пропускать. Практика показала, что качать томутургию такое себе. Того же Велеса нам хватает за глаза. А вот это вот мы будем брать. Чисто для очевы в стиме нам нужны некоторое количество зарисовочек. Есть вероятность, что Центра пропустит такую замысловатую аллегорию. Похоже, иногда горе становится источником вдохновения. Да, вот на этой картинке Орел Прометей клюет явно не печень. И мы ее долго рассматривали. Кстати, да, у нас же есть прокачка-то. На тему прокачки. Качаем нашу веточку слова еще немножко, еще чуть-чуть. То есть, уц, и развили до чего? До нервного удвоения. Если у вас меньше 60 очков, концентрация удваивается на 7 урон или вдвоем эффективнее снижается концентрация. Неплохо. Варшавский Курьер. Газеточка. И здесь заведение газеты. Кто это переводил, мы не знаем, но гугль транслайд это перевел бы лучше. Так, как обаурица обаурица, ты же в своей рыгалке сидишь, да? Должен, просто должен. Трактир Лондон. В смысле, не сюда? Виктор, куда ты идешь? Дай мне рифм. Какую рифм? Или стихотворение про завастовку рабочих. Невозможно выразить словами, как сильно мне не хочется этого делать. Завались. Средместия снова завастовка. И мне до этого неловко. Че-то, короче, да. Местный дуракам Алфо еще пытается в стихии. Господи, ты боже мой. Молись на Воландеморда и будь счастлив. Что-нибудь кровавое, что-нибудь мирное. Давайте мирное. Ну, мирный будет договор. Дерьмо, арифма. А, боже, я его вспомнил, отшитал. Семитский журналист, которому мы чуть морду не набили. Что это было? Не беспокойся. Опять говно вляпался. Можно, давайте, пойдем выпьем, я заодно расскажу. Да пойдем, что на все равно нужно. Подождите, а нужен ли ты нам? А нужен ли ты нам? Скажите, пожалуйста. Связаться. А, погодите-ка. Да, нам уже метку не дает. Мы пришли, куда хотели, приедем. Ну, ладно. Вот теперь нам точно говоришь, и нам сюда. Так это больно довольны. Что такое? Суббота, а что? Ну, сегодня точно не суббота. Жить нужно так, чтобы каждый день была суббота. Стиль сменил? Может, кого-то понравится? Не надо, не надо к нам подкатывать. Расскажи нам лучше про канализацию. Что там с канализацией? Господин Ша? Серьезно, какая пошлость. Ну, ладно. Майор распорядился провести канализацию в районе. Рабочие тут все перекопали, а теперь бастуют или склонятся без дела. А стоило с Пиккензами взяться, так новые явились. Сделай что-нибудь, пока я их не побывал всех. Про рабочих? Почему они бастуют? Их начальник, Наймайер, низких уволил. Ребята возмутились, начали бунтовать. Может, я с ними поговорю? На здоровье. Уволен, выпиваясь в мясо-рактире. Осталик, найдешь в южной части района. А мне это с чего? Отлично же была затея. Паяц канализация, тут народ перестанет ссать под дверью, но не закопает, копает. Тогда про Ноймайору? Тут такое. Контора на Бозинской, то вывеска есть. Постараемся помочь, хотя не за этим, где приходили. И да, писателем диалогов у них выступал чат GPT, не последней версии, заметил. С точки зрения логичности сюжета и прописанности персонажей, я не знаю. Eleven Beat Studio. У вас был же хороший, прекрасный, шикарный Frostpunk. Что с вами случилось? Связаться с революционерами, найти товарища отца. Так. Волшебная карта, помоги даже путешествоваться. Угу. То есть, пока мы обаурицу не поможем, мы не сможем ничего сделать. Ладно. Где там ваши бастующие рабочие? В чем пощем новолеем, на работу отправим. Да, слышь, Харфер, хватит гримасчик, копи нам еще выпить. Надо понять, друг из зоны Майера, который строй все разбил. А где бабло взять? Да я еще, не кое-те ни уха, ухожу, хоть что-то там. Смотри, не лопни. Давай-ка лучше по столке накатим для загрева. Хотя для тебя же это для короля есть, да? Да уйди ты, вон. А тебе че? Слышь, Ян, что-то гости у нас. Он покупает, или так-то че? За забастовщикой че расскажете, полезное. Не то же, собачье дело, шайста есть. Ничего, разговор, это, алкоголь стать, короче. Не бог боишь, иди вон. Слушай, тут даже опции по щам не дали выдать, а? Как, какая грудь, какая пища, а? А можно мы с обаурицем поговорим еще раз, и так это в плане, а, муж к звездам этих рабочих. Ленин придет, порядок наведет. Он все за поставкой и договорились. Это не моя проблема, что там с варшавским подпольем? Хочу узнать про подполье. Спроси почтальяна. Рассказывай, что хочешь знать. К чему была фраза спроси почтальюна, о чем? Где искать членов подполья? А тебе зачем, он чего, в радикалы записался? Еще одну девушку с радикальным взглядом. Сердце не прикажет, а кстати, я не сождаю. Управляюсь на перекрысто, Константиновская и Булковская. Социалист собирается в кафе, его в родлице. Спасибо тебе, Баурицы. И прощай. Возможно, у тебя есть интересные квесты, как мне писали в комментариях, но я в этом очень сильно сомневаюсь. Прямо очень сильно сомневаюсь. И я так понимаю, что связан с революционерами это вот та девушка, которую мы встретили на вокзале по приезду. Фишка в том, что мы ее немножко подставили. Совсем шуть. И как-то отыграется, мы сейчас посмотрим. И кстати, да, если не тянули канализацию, на кой черт они рельсы сюда привезли? Тоже просто ради интереса. Так, базар Ружицкого. Второй раз уже туда едем. Дай боже, еще последний. Ибо Жютенького неинтересная. Итак, где вы есть? Где вы есть? Не сам уже базар. Ух, еще одна открыточка. Это что там? Синагога Ножиков. А, вончик как. На фото выглядит лучше, чем в жизни. И что уже у вас тут такое написано? Письмо, любезная моя Ядвися. Ты спрашивала, как живется мне у моей тетушки с дядюшкой. Я должна сказать, что нахождение мое здесь проходит весьма комфортно, что конечно означает перевинок к лучшему. В последнее время однако стала я замечать необычную поведение за дядюшкой, а он ца-ца. Ты про него верно слышала? Его зовут Адам Болотский. Так вот, у него рядом со спальней есть комната, в которую запрещено заходить всем, кроме него самого. Я часто вижу, как он туда носит разные посылки. А когда я спросил об этом дедушку, она сказала, что он держит в этой комнате коллекцию насекомых, о которых очень сильно печется. Я ей не поверила, кому придет в голову собирать насекомых столь реверно их охранять. Обязательно приезжаю, чтобы мы вместе могли разгадать эту тайну. Ну, то ли эта девушка не знает, как почта работает, то ли одно из двух, но она письмо повесила на столбе. Телеграмм не изобрели еще, но телеграфными проводами пользуемся, да? Пивчанский. У, котик красивый. Прикольно. Так, а нам нужны где-то? Ах, эволюционер, давай, хащи. Кот тоже в штате? А вот он. Пив под хостом, размешивают. Чем могу усложить? А мы ищем Ванду. Ванду максимум, если быть точно. Я еще Ванду. Судя по всему, это место, почему она нравится. Ванду, Ванду, Ванду. Я что-то не слышал такое. Думаю, вам пора. Дайте мы ему денег задарим. Дай договоримся. Я могу заплатить. Короче, ничего не знаю. Много заплатить. Да? Ну ладно. Господа, он капиталист. Ну вот это единение синагоги из деревни мне просто нравится. Обратите внимание на крайнего правого гражданина. Семитская, опять же, наружности. Лучшие у нас есть. Они-то не особо сильные, поэтому у кого 80% урона? Состояние, состояние, и у тебя что, концентрация? По старому доброму и с Велесом пойдем. Потому что, ну, зачем какой-то баланс это прокачка? Еще есть, и мы пользуемся. Единственное, что странно, что в этой игре не завезли негров. Ну, то есть, вот, против нас еще ни один не дрался. И, в принципе, кроме конечкиной захоронки, ну, и тут араб-мулад, тут таких граждан нету. Так вот, вопрос. Лубы, это так. До свидания, минус один. Так, тебя уже закусают. Хотя мы тебе так добьем. Не, не добьем. Давайте вот это управить. С двух ходу порешаем, в любом случае. так, а может и не порешаем. Че-то как-то невесело стало. Тебе по щам. Минус один. Тебе дабл по щам. Ну, еще, кто-то кому капиталист? О, точно она. С ума посходили. Он же к нам кацап приведет. Извинен, он просто не обрадуйся. Извиняться, иныть не надо. Хватил ужас наглость сюда явиться. Я надеялся, что вы оцените мою храбрость. Можем поговорить с глазу на глаз? И с подругого никак. Не с места. У меня дожавю. правила простые. Лжетцов, капиталистов, великолаборантов. Бой свой тот и другой третий. Хоть терять время. Его пора на тот свет. Знакомься с Михаилом. Можем поговорить. Как знать, друг он еще извинится. Так, слишком высокая гордыня, чтобы это сказать. А, смотри-ка, заработал таки. Наш изъян почти созрел. регенерировать ее и сказать, зачем вы здесь. Вот. Мне нужна помощь. И чем мне до ночи помогать? Смотрите-ка, слишком высокая гордыня, чтобы сказать это. и нам осталось столько погарды и не идти. Если домоторг верит в долгу, это часто бывает выгодно. Говорите. Можете нас оставить. За мной, Шульски. Скажи, что тебя привело сюда. Лекарь нас привел сюда. Лекарь. Еще одного человека. Он лекарь это Мазург. Помогает людям, скажем так, с радикальными взглядами. Это вы нас, что ли? Да, о ком же еще? Вы все патроны в чулках, залегаете на дно в подвалах, и ваши волосы пахнут голландской помадой. Чуть здесь как-то замешаны три буквы. П, и эс. Патруль на поставать службу, что ли? Мы товарищи первого встречного не выдаем. Особенно доносчику. Ну, ты все-таки знакома. Я ничего не говорила. Давайте так. Я больше ничего не буду просить. Просто передайте ему кое-что от меня. Вы что, молитесь? луковица? Тихо. Что же не передать этому лекарю? Сотреточься навстречу, выразить, как сильно вы хотите получить ответ, заверить, что у вас нет корыстных побуждений, и предложить поговорить. Слово четверочка. Давайте вот это. Недурно. Недурно совсем. Взрут ложитель как луковица. Чем больше выдастся разделить на созданное счастье, тем больше вон и слез. Готово. И что он с этим сделает? Робот кашлят, что ли? Просто передайте, он поймет. Странный вы человек. Что-нибудь еще? Да ну ее, спрашиваю, что она делает вечером, страшная она, как ядерная война. Если лекарь мне ответит, я буду дам вам знать. Будьте начеку. Так, дождаться ответа лекаря. Давайте посмотрим, что у них тут есть. Листочка. Женщины мира соединять. Уф, как они узнали мой запрос на Барнахабе. Записочка. Бувидова справедливо утверждает, что женщина сегодня не ощущает себя женщиной, не чувствует себя независимой личностью и не желает, не живет для себя. А на ребро Адама и его слуга обыдя мужчины и его продолжение, поддержка, утешение, отдушины и украшения. Я так понимаю, что по категории ЛГБТ с плюсом им не заднесли только чернявые. Господа Пашиха в игре нету, а все остальные таки занесли. Обугленное письмо. Я не могу говорить о чувствах так свободно, как ты, однако еще понимаю, что у меня есть причина держать сердце на замке. Наши товарищи на нас рассчитывают, Ванда. Десятки чистых сердец готовых убить в Савунисон. Под гимн свободной независимой Польши. Вот на этом мы посмеялись и закончили. Некто М пишет. Мариарти, что ли? Биография Скалона. Георгий Антонович Скалон. И это все, что нам нужно о нем узнать. Что-то еще будет? Больше ничего не будет. Ну и ладно. Ну и шоколадно. А долго ли нам ждать-то? Или нам нужно домой вернуться? Букетик, свежий букет, скорее всего, из местной цветочной лавки пахнет горечью и пеплом. Это все, что нужно знать про революционеров. Но все уже. И она домой ответ принесет. А, да, скорее всего, домой нам придет ответ. Вот, северное средместе, до дому, до хаты. Поехали, отдохнули, поспали денечек, и все хорошо. И не мучаемся мы боковыми квестами. Хотя что мешало доехать прямо до дома, никому вообще не известно. Такая фишечка от разработчиков, как заставить тебя побегать немножко по городу, который тебе вообще уже не интересен. Расчет был на большее, получили мы меньшее. Так, он не все еще не бросает, поэтому не дождетесь. серьезно, слушайте, вот такая домина у этого батюшки Шульского была, и он за рабочий класс и за независимость Польши там ратовал. Каким образом, чувак, ты худший из капиталистов, которые есть вообще. Ванда, как ты нас обогнал это? А пан Шульски юная паня с визитом. Я подам чай в гостиной. Не стать я ненадолго. Спасибо, грожанка. Красивый дом, чашка, чаю, прислуга. Вот наступит революция, все это исчезнет. Да, сама ты не в мешок одета, поэтому молчала слабо. Олег что-нибудь сказал? Юная пани нас еще навестит? Че? Вы получили вилку. Спасибо. Радость смогла помочь. Мне пора. Михаил ждет. Передавай привез жениху. Он еще не сделал предложение. А, вот, грожанка спрашивала, навестит или нет. Вы не так поняли, это просто девушка по вызову была. Единоразовая и не очень качественная. Так, что-то там с нашим изъяном такое стало вообще мощное. Можем ли мы это увидеть как-то? Потому что гордынь прокачалась прокачалась. Но всплывающего чечи было такое знаете ускоренное, поэтому черт его знает. Беспечность, коварство, гордыня. А то что, менять можно? А то что, можно еще столько изъянов собрать? Фига себе. Там же всего четыре салютура запасных. А гордыня изъян приманил упыря. Сила этой грани повышается на один сердце. Ну окей. Встретиться с загадочным лекарем. Томатурги томатургами, а космического скайпа не придумали. Казалось бы, что мешает? Голубей почтовый заряжать-то я не знаю. Тем более в южной средместе. Это вот реально по карте глобальной это буквально вот один переход, одна улица. Полквартала мы уже там. Че грузиться на лошадь ехать никому непонятно. Но тем не менее. Куда же нас ведет библида печали, да? О, там уже работники, да? О, иной майор сразу. Не, но буду еще помогать. Тем более оба рецепт. И вы сейчас скажете, что мы возвращаемся в ту же хату, в которой мы уже были, да? Гениально, Карл, гениально. Это что за чудо? Лев Толстой что ли? Ас-саляму алейкум. Ас-саляму алейкум. Балдей Бурнакович или Бурнакович. Ответь хвала Господу. А дать не будем исполнять религиозных слов, потому что нам с него еще гримор получать. Добро пожаловать. Я не привык такого внимания от других. Обычно они сразу влезают ко мне в голову. Мне не кажется, что это неприлично. Сначала полагается представиться. Эмир Бурнакович в Балдей. Вы один? Да. Я с ним разобрался. Хорошо. Спасибо за луковицу. Спасибо за вилку. Приглашение сложно проигнорировать. Если это волшебная надпись на луковице, могу служить. А что там сложного-то? Он русского посла в Польше вызвали в МИД, да, официальным письмом? Он сказал, пошли вы вон, поляки, не приду. Можно, если очень сильно хочется. А покорите гримуаре вашего отца. Я ищу черный гримуар. После гибели отца он пропал. Зачем вам еще одна книга заклинаний? А зачем вам, товарищ, наша книга заклинаний? Вам-то она зачем? Станислав говорил, что иногда вас переполняет гордыня. Ближе к делу. Как угодно. Не будем ходить округ до около. Даня, наша круче. Здесь мы можем поговорить начистоту и никуда не торопиться. Но учтите, ложь с рук вам не сойдет. Кто сказал вам, что черный гримуар меня? мы можем утаить правду, но смысл это был конечком. я так и думал. Он давно увелся за Станиславом, чтобы увидеть побольше про его соратников, про нас. гримуар и мое терпение на исходе. Суфер мертв остались только вы. отдай отдайте гримуар последний раз прошу. Станислав говорил, что вы сильно хворали едва не лишились рассудка. Как вам удалось это преодолеть? Меня исцелил Григорий Фимович Распутин. Как? Насколько я понял, он меня гипнозирует. Время от времени влезает ко мне в голову. Вы ему доверете? Скажем, что он не вызывает подозрения. Я бы сделал бы опцию вызывают. Мое доверие он пока не предал. А это же Распутин домоторг? Вряд ли. Я бы заметил. Знаете, других домоторгов из Варшавы? Да, еще двоих. Довольно. Черного гримуар у меня нет. И никогда не было. Чи то? Что вы так напряглись, спященный сударь? Простите, на моем возрасте развлечения редкость. Хотел вас испытать. У вас огромный потенциал, но вы его пока не раскрыли. Ты искренне в моде, да? Честно, это мотор мне не нужен. Вот сильный. Хатуша, похоже, я вас недооценил. Пока мы здесь, позвольте сделать вам небольшое предложение. Я хочу возродить союз с вашим участием. И что уже вы нам взамен? Подточнее, зачем вам вообще союз нужен? Лучше объясню, зачем вам этого нужно. это позволит нам по-настоящему влиять на мир, не выходя из тени. Весьма удобно. Полагаю, теперь я вас заинтересовал. Да, нам как-то вообще побую. Хотелось бы узнать, что там у вас есть, но мы что-то засидели все так. Последуйте моему совету, выйдя отсюда и отправляйтесь к тому, кто вас исцелил. У него много тайн. Его тайны могут быть опасны, особенно для ваших планов. Берегитесь. А знаете, в чем главный вопрос? Мы сами своих планов не знаем. Но раз уж нам нужно идти к Распутину, то мы к нему сходим, но уже в следующем эпизоде, когда наберемся здоровья. А пока что маленькая пауза, не забываем про наш телеграм, дискорд и вконтакт, ссылочка под видео в описании. Всем удачи, до встречи, и увидимся немножечко попозже.